Давайте откроем Матфея. Об этом чуть-чуть, совсем мало сказано. Вторая глава. Матфея, вторая глава. С первого стиха. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейске во дни царя Ирода?» Вы знаете, есть такие Ироды, я их называю, уроды, которые хотят все время против Божьей воли пойти. Но вы знаете, по сути дела, я такой же был. И мы такие же. Мы хотим идти против Божьей воли. Но есть некие люди, которые ищут исполнение Божьей воли. Послушайте внимательно. Послушайте очень внимательно. Есть три человека, которые нашли на небе звезду. Я хочу, чтобы вы услышали. Три человека – это три мудреца, волхва. Люди, может быть, не близкие даже к Богу, не знающие Бога. Я вам хочу сказать, что они делают. Они оставляют свой дом. Они оставляют свою семью. Они оставляют своих детей. Они оставляют свое приятное положение. Собираются и идут за этой звездой. Послушайте внимательно. Бывает в нашей жизни загорается какая-то звезда, и мы не понимаем, что это за звезда. Они тоже не понимали, что для них послужит это. Что будет в их жизни звезда. И вы знаете, я вам хочу сказать, многие пришли сегодня в церковь, многие пришли и находятся в церкви, но у них еще эта звезда не загорелась. Вы просто видите эту звезду. Вы не понимаете, но вы идете и следуете за ней. Правильно делайте. Послушайте, это не изменило их сразу. Не поменяло их в одно мгновение, но они просто шли. Знаете что, когда ты идешь, и ты тратишь определенное время, определенные силы, они не просто шли, они знаете что, они запаслись. Они взяли ладан, смирну и золото. Они запаслись этим богатством, чтобы прийти к тому, который родился, потому что звезда им засвидетельствовала о рожденном, но о ком они еще не знают. Кто это такой? И что он дает для них, они еще не знают. И знаете, куда они пришли? Они пришли в царские хоромы, но они так были возбуждены по дороге, что когда они встретили негативное отношение в царских хоромах, в царском доме, зло и обиду, они хотели оттуда сбежать. Послушайте, свойственно человеку, когда ты видишь и встречаешься с Богом, когда Бог тебя зовет, Он дает тебе какую-то определенную одухотворенность, радость, ты возвышенное такое состояние. Вы знаете, как-то люди осознают, когда ты приходишь в Дом Божий, и тебе классно, тебе хорошо. Звезда загорелась. Но это не значит, что в твоей жизни это конец пути. У них было только начало. У них загорелась эта звезда. Послушайте, если в твоей жизни еще она не загорелась, то тебе нужно что-то сделать для этого. Послушай, покайся. Первое время, Библия говорит, первое то, что нужно сделать, это покаяться. Прийти в состояние покаяния. Смотрите, мне интересно было дальше, то, что волхвы эти возбудили этого Ирода. Где родившийся царь иудейский, они спрашивают. Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. И услышав, это Ирод, царь встревожился, весь Иерусалим с ним. Я не имею детей. У меня нету таких. В ближайшее время они не рождались. Это не мое. Он встревожился, потому что от него уходит царство. И вы знаете, самое интересное, эта тревога чувствовалась в этом месте. И собрав всех первосвященников, знаете, кого он собрал? Ну, тех, которые религиозные деятели. Религия, она способна подавлять, антенны просто развиньте там, она способна подавлять определенные вещи в людях. Религия подавляет желание изменяться. Желание менять ситуацию. Многие люди приходят и они остаются такими же. Вот Ирода не меняла религия. Он был злым. Он оставался злым. Волхвы, колдуны, знаете еще, как их называют? Гадатели, экстрасенсы, звездочеты. Ну, вообще, это те люди, которые неправильно не в правильном положении. И Библия говорит, чтобы таких не было в твоем среди вас. В законе это написано. Эти люди готовы были менять свою жизнь. Почему они готовы были поменять свою жизнь и измениться? Потому что они увидели звезду. Я уже сказал, они оставили свои домы, семьи, и они пошли. Вы знаете, это сейчас можно перелететь там из одной точки в другую за одно мгновение. А им надо было пройти определенный путь, определенное время. Им надо было много пострадать. Я вам хочу сказать, на пути происходило что-то в их жизни. Вот есть путь, который мы проходим к Иисусу Христу, чтобы встретиться, но есть вознаграждение. Я хочу, чтобы ты услышал, есть награда того, что ты увидишь. Они пришли в дом царский и почувствовали там, что что-то не то. И решили, мы пойдем дальше. И они идут снова за звездой. Вы понимаете, когда ты идешь, перестаешь идти за звездой. Вы знаете, в нашей жизни тоже так бывает, в христианской жизни, в духовной жизни, в душевной жизни. Мы бывают, приходим в церковь и мы думаем, о, бизнес, все, благословение. Вот здесь вот рожденный младенец. Семья, вот здесь вот рожденный младенец. И мы успокаиваемся в таком, приходим в такой трепет и думаем, а там одно зло. И знаете, что нужно сделать? Встать и идти снова за звездой. Это по-настоящему изменит тебя. Это по-настоящему благословит тебя в будущем. Я хочу сказать, почему? Потому что то, что Бог хочет дать тебе, Он хочет дать спасение, жизнь. И не скажу еще что, потому что здесь тайна. Смотрите дальше. И собрав всех первосвященников и книжников, спрашивал, где должно родиться Христу? Он сказал ему, в Ифлиеме иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлием, земля иудина, ничем не меньше воевод свеудинах, ибо из тебя произойдет вождь, которая упасет народ мой Израиль. Тогда Ирод тайно призвал волков, выведал у них время появления звезды и послал их идите, знаете, где? В Ифлиеме там. Я вам хочу сказать, Вифлием это небольшой городишко на тот момент был. И чтобы найти одного рожденного, надо было очень сильно верить, очень сильно чувствовать что-то или очень сильно хотеть. Вы знаете, как родился Иисус? Он не родился в хоромах, он не родился в доме, который свидетельствовал, что вот здесь Сын Божий. Не называлась эта церковь? Это место не похоже было на религиозное здание. Это вообще не похоже было на место там, где есть Господь. Вы знаете, некоторые приходят и говорят, но здесь нам хорошо признаком того, что они встретились с Иисусом Христом, они пришли к этой звезде и возрадовались. Давайте прочтем. Я хочу, чтобы вы услышали. Тогда Ира тайно призвал, он послал их в Вифлеем. Они выслушали царя, пошли, и вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась, где был младенец. Увидевши звезду, они возрадовались. Как там написано? Радость весьма великая. Хорошо, теперь послушайте внимательно, что Бог дает в нашей жизни, так это радость. Ощущение радости и чувство радости, оно признаком было того, что они нашли младенца. Вы помните пастухи, которые пришли? ангелы возвещали им, что? Вы знаете, есть дом Божий, в котором обитает радость, есть место, где обитает радость, поэтому Павел пишет, послушайте, Павел очень-очень интересный человек, он знал, что присутствием Божьим, признаком присутствия Божьего есть, скажи своему соседу радость, поэтому он говорит радуйся, вы видели церкви, к которым приходили и вот так вот там плачут, оу, я тоже плачу, я когда слезы умиления, знаете, но это от радости, это от того, что Господь со мной, Бог здесь, на этом месте, радость, радость весьма, я дошел, я достиг, я получил то, что мне нужно, понимаете, я радость получаю, и вы знаете, что их изменило по-настоящему, так это этот младенец, потому что этот путь был долг, мнение о царе изменилось, представление о царе изменилось, многие думают, что царь это тот, который может тебя благодетельствовать, этот царь, который не мог их облагодетельствовать, но он дал им больше, он дал им радость, весьма великую, о пастухах написано, что они тоже возрадовались, когда увидели его, когда им ангелы возвещали, слава Вышне Богу, на земле мир, и в людях благоволение, и радость великую возвещаем Вам, они были в недоумении и страхе, но когда они увидели младенца, что произошло в их сердце, я думал, вы знаете, когда я смотрю на некоторых младенцев, мне все равно, ну, только на своих, наверное, которых я знаю, о которых молюсь и переживаю, я чувствую какую-то, здесь это даже не их младенец, но они получили эту радость, эта радость, которая была от Духа Святого, вы помните, ученикам всегда было хорошо с Иисусом Христом, когда я прихожу в церковь и я ощущаю, что Бог обитает среди нас, это радость Божья, которая наполняет меня, она светит для меня, но если я иду за этой звездой, тебе надо идти туда, послушай внимательно, ты можешь растронжирить свое откровение, ты можешь отдать свое откровение Иродам, кому-то еще, но твое откровение принадлежит, скажи мне, тебе, для того, чтобы я обрел эту радость, для того, чтобы я получил эту радость, ты знаешь, почему ты в церкви? Бог хочет наполнить твою жизнь радостью, Бог хочет наполнить твою жизнь радостью, и если ты еще не имеешь этой радости, если ты не имеешь этого благословения, тебе нужен Иисус, тебе надо встретиться с этим младенцем, младенец их дал им радость, Господь, который еще ничего не может даже сказать, Бог, который еще ничего не может дать им, уже наполнил их радостью, послушай внимательно, я прихожу в церковь, меня наполняет и переполняет радость Божья, почему, по какой причине Господь здесь, я пришел встретиться с Ним, я уйду отсюда таким же, о, я пойду весьма радостным, почему, потому что радость от Господа это подкрепление, это сила для нас, для изменений, и вы знаете, самое интересное, они принесли ему золото, человеку, которого они не знают, которого свидетельство было только лишь звезда и их ощущение радости, что они отдали ему, признаки золота, это царство, они говорили, вот царь, там мы не встретили царя, вы знаете, я понимаю одну такую вещь, я должен что-то отдать и отпустить в своей жизни, почему, потому что я признаю только одного царя, который дал мне эту радость, я не отдаю свое богатство тому, что не дает мне удовлетворение моей радости, о, ты можешь радоваться, когда ты ходишь куда-то, гулять, там, и еще что-то, ты тратишь деньги на определенные вещи, но послушайте, это не то, что дает тебе благословение, настоящая радость у кого? Они шли за своим откровением, следуй за своим откровением, второе, они дали, знаете, это ладан, ладан это смола, которую получают из дерева, его можно врачевать, его можно ходить, но это признаки священства, кто мой священник? Они отдают свою жизнь ему, послушайте внимательно, другими словами, они признают его своим священником, еще раз скажу, они признают священником, смирно, некоторые говорят о смирне, что это признак того, что Иисус должен умереть, но я говорю вам, что это признак вечности, и вечность, которую Он проживет вместе с ними, и они дают эту смирную и говорят, ты вечный священник для нас. Вы знаете, сегодня мы принимаем Иисуса, как бы, мы не понимаем, почему этот ладан смирный и золото были принесены, кто твой царь сегодня, кого ты слушаешь, кого ты подчиняешься, кому ты отдаешь свои нельзя служить двум господам, у меня один царь, есть тот, который царствует в твоей жизни, есть тот, который хочет владеть твоей жизнью, отдай ему свою жизнь, смирно, он твой священник, и он вечный, нет ничего вечного, как смерть, нет ничего больше, как смерть, да, Иисусу придется умереть, но он вечный священник, он вечный священник для тебя и меня, и мы сегодня имеем эту радость, потому что, о, мы не с пустыми руками пришли, я отдаю свое сердце, отдаю свою жизнь, отдаю свое имущество, имение, и все, что есть у меня, золото, ладан, признаю, что он, они не просто пришли, они обдумывали это, они со своими родственниками советовались, вы понимаете меня? Кто из вас понимает, о чем я говорю? Вы услышите, когда ты осознаешь, что ты пришел, не просто в церковь, ты пришел к Богу, который может все, они ушли, ничего не потеряв, они ушли с великой радостью, они ушли, потому что они увидели царя, вы знаете, самое интересное, получив, и вошли в дом, увидели младенца с Марией и его, и падшие поклонились ему, открывшие сокровища свои, принесли ему дары золота, ладан и смирну, и получившего с ней откровения, не возвращаться к уродам. Звучит плохо, мы часто возвращаемся обратно, мы хотим не возвращайся туда, не возвращайся через то место, знаешь, вот сейчас в церкви посидел чуть-чуть, а потом пошел и там чуть-чуть с уродами разными, не возвращайся с уродом, если ты отдал что-то Богу, я тебе честно скажу, тебе надо вернуться, тебе надо быть в том же откровении, потому что радость перед Господом подкрепление для нас, находись, пребывай в этом, будь в этом, потому что тот Бог, который тебе открылся, Он вырастет в твоей жизни, Он возрастет в твоей жизни, и Он вечный Бог, скажи, вечен, Аллилуйя, я не знаю, может я кому-то сказал, может кто-то услышал меня, но вам нужен Иисус, тебе нужен Иисус, ты не можешь Его сам получить, не можешь Его сам принять, тебе нужен какой-то ангел с неба, который возвестил тебя, может это я ангел, может я не совсем ангел, но я тебе скажу, тебе надо встретиться с Ним, чтобы получить великую радость, чтобы получить великую радость, и я хочу, чтобы мы встали сейчас, некоторым сегодня нужно принять Иисуса Христа в свое сердце, у нас не заканчивается служение, у нас будет продолжаться, у нас есть программа, которая должна быть, у нас служение еще будет продолжаться долгое время, и у нас будет потом прекрасный стол, все, кто принесли, но я задам вопрос сначала, послушай, если ты на этом месте, ты пришел в церковь, ты шел за этой звездой, ты пришел в церковь на Рождество, тебе нужен Иисус Христос, я не могу тебе его подарить, но я могу сказать, где он обитает. Библия говорит со смиренным и сокрушенным сердцем. Если ты сегодня сокрушишься в покаянии перед Богом, Он будет обитать с тобой, Он будет с тобой, Он наполнит твою жизнь радостью, и ты уйдешь отсюда совсем другой, ты уйдешь отсюда радующийся. Если ты желаешь принять Иисуса Христа в свое сердце, подними свою руку, я буду молиться вместе с тобой. Слава Богу, слава Богу. Выходите сюда, я вас попрошу, выходите, выходи, не больше, давай, выходи, выходи, давай. Кто поднимал руку? Выходите, вернитесь ко мне, не надо, не, там встань, ну повернись ко мне просто, поближе, подойдите вот сюда, встаньте, не бойтесь, не бойтесь, я еще подожду, а можно, чтобы кто-то поиграл? Послушайте, это сегодня ваш день, для того, чтобы получить это спасение, но вам нужен Иисус, это только начало, есть процесс пути, кто-то уже знает, для кого-то это как новое что-то, откровение, но вам нужен Иисус, давайте склоним свои головы и повторяйте со мной вместе молитву, Господь Иисус, я верю, что ты умер за меня на кресте, и я прошу тебя, прости меня, я осознаю, что я грешник, и я нуждаюсь тебе, я прошу тебя, измени мою жизнь, я верю Иисус, что ты воскрес из мертвых, и я прошу тебя, дай мне сил измениться, изменить жизнь, помоги мне, наполни меня радостью, дай мне откровение, дай мне знание, благослови меня, Иисус, я нуждаюсь тебе, я благодарю тебя, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой, Аминь, Аллилуйя, мы поздравляем вас, повернитесь, повернитесь ко всем, вот это ваши братья и сестры, повернитесь и поздравьте их, можете пожать им руку, не убегай, не убегай, подожди, подожди, куда ты сразу бежишь, не убегай, у нас Евангелие у тебя есть? есть, да? Да, хорошо, у всех остальных есть, мы вас очень любим, просто будьте в церкви, пребывайте в церкви, если вы будете в церкви, Бог благословит вас, Бог наполнит вас еще больше радостью, еще больше силой, Аминь, я вас поздравляю, пусть Бог вас благословит. слава Богу, аллилуйя, вы можете присесть, вы можете присаживаться, у нас служение не заканчивается, вы знаете, мы с церковью сейчас планируем купить здание, кто из вас знает? Половину знает, половину нет, мы хотим купить это здание, я прошу, чтобы вы молились за финансы, если у вас есть финансы, то жертвуйте так, чтобы благословение было на приобретение здания, оно дорогое, у нас нету таких денег, у нас нету возможностей, ну, оно очень дешевое по сравнению со всем, но будет угодно Богу, а это Богу угодно, то мы это возьмем. И я верю, что Бог благословит нас, я прошу вас, когда вы молитесь в молитве, мы завтра едем договариваться, это первая встреча у нас будет с продающим, чтобы вы молились за нас, хорошо? Чтобы Бог благословил нас, если рассрочку дали, чтобы финансовую рассрочку дали, чтобы церковь могла уже быть в своем месте, аминь, чтобы у нас было свое здание, готовым, аминь, слава Иисусу. Я говорил, что этот год ускорения у нас, все будет быстро происходить, и плохое, и хорошее, чтобы вы знали, вы знаете это? Но плохое тоже неплохо. Оно нас заставляет стремиться к хорошему. Потому что, когда плохое наступает, ты понимаешь, где-то ты оплошал, где-то ты поступил не так. Поэтому мы не унываем при многих скорбях, если они есть. Почему? Потому что мы знаем, кто наш Господь. Потому что мы знаем, кто наш Бог. Аминь. Потому что ускорение будет во всех сферах. Я не сказал, что о плохом тоже будет ускорение. Но это будет. Если вы хотите, потому что Бог хочет благословить нас по-настоящему, во всей полноте. Этот год ускорения, роста, умножения и благословения. Аллилуйя. Сейчас у нас будет программа, пусть Бог благословит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова